привет привет друзья подписчики привет всем кто смотрит мои видео и вот сегодня я решил начать серию видео о том как на американских аукционах можно купить вот такую поддержанную машину пригнать отремонтировать чтоб оно было наилучшим видом и так далее конечно на канале как раньше будет и другие поучительные видео и рекомендации но такие видео тоже нравится людям и решил воспользоваться ситуацией хочу вам сообщить что несколько дней назад приобрел на американском пирже копард вот эту машину для семейного пользования кстати если кто из соседних республик интересуется вопросом машин в грузии из америки пишите ватсап месседж или звоните вот по этому номеру и постараемся организовать покупку автомобиля в америке восстановление и дальнейшие процедуры о котором можно договориться как вы знаете у меня уже три года есть машина пасад cc 2009 года и я доволен мне нравится этот машина но все таки на семейном заседании решили обновить домашний автопарк почему первую очередь это связано с тем что машина пасад cc это автомобиль городское машина которая уверенно чувствует на трассе но часто бывают ситуации когда хочется выйти на природу идти в деревне и пасад цц в таких ситуациях не приходит вот поэтому и решили купить машину на полном приводе выбор марки определили так у меня всегда были немецкие машины и всегда хотел испробовать японские по моему мнению вторая важная черта которую должна иметь машина это компактность пасад cc это достаточно длинная машина и в городе всегда нетрудно было найти место для парковки вот вижу например есть место для парковки где достаточно легко поместится другая машина но тут место явно не хватает для моей машины и приходилось крутиться так несколько раз около центра и наблюдал пока где то место еще освободиться исходя из такой причины сначала наш выбор остановился на субару форестер и на mazda cx 5 класса конце концов наш выбор остановился на mazda с 2012 до 2016 года выпуска поскольку я в этом деле чайник и машину на аукционе в америке никогда не покупал попросил помощь друзьям я каждый день смотрел на аукционе копорт и ай-яй какие машины выступают в тот день на продажу скидывал лот и друзьям они там более тщательно оценивали эту машину делились своим советами исходя из опыта и если по нашим оценкам машина попадал под список в надежных ссылок я давал им и инструкции то какой максимальной ставки можно играть на аукционе и наконец-то мы выиграли эту машину по цене 5600 долларов то покупки машины первую очередь на что мы обращали внимание первую очередь перепроверили сколько владельцев пила у этой машины потерял ссылку и не помню а то оставили внизу есть сервисе где нужно это проверить проверили и узнали что у машины один владелец и не перепродавался если машина два-три владельца имель и перепродавался тогда пришлось бы более внимательно изучить эту машину так как есть определенные риски потом перепроверили на битфакс инфо по какой цене продаются на аукционе такие машины ссылку на сайт оставлю ниже в описании вот посмотрите цены во первых формируется от марки автомобиля от степени повреждения от года выпуска километраж цвет и еще многое при аукционе кому-то больше везет кому-то меньше если цена вырвался из интервала которая уже вам не интересует можно покинуть аукцион и попытать свое счастье на другом машине машина была приобретена под посредничеством компании кавказу с автоимпортом достаточно известная компания которая сотрудничает с американскими автобиржами теперь посмотрим калькуляцию этой компании сколько примерно обойдется ее доставка и растаможка в грузии вот мы на аукционе заплатили 5700 доллар спор аукциона 798 доллар транспортировка в америке не высвечивается цена контейнера страховка взносы в порту и растаможка все это вместе составляет 8846 долларов теперь посмотрим по инвойсу какие расходы мне прислал компания кавказу с автоимпортом 6483 доллар это стоимость и сбор аукциона которую мы перечислили на следующий день насчет компании плюс доставка до порта поти 1808 долларов которую я должен перечислить насчет порта когда машина будет доставлена в порту в сумме это будет уже 8291 доллар плюс доставка из поти до моего города примерно 60 долларов и растаможка 949 долларов пишите пожалуйста комментариях сколько у вас в стране стоит доставка растаможка в сумме мы получим 9300 долларов и тут еще нужно будет добавить цену на детали и ремонт машины теперь рассмотрим машину повреждение боковое двери передная и задная конечно под замену двери у нас новые и бэу оригинальные стоят примерно по 250 долларов ну посмотрим нужно будет пилиси съездить нужно будет выпрямить вытянуть карниз перекрасить устранить на палатку с аирбаками и учитывая все это думаю ориентировочно ремонту обойдется от 1000 до 1200 долларов ориентировочно что привезти из америки такую машину и восстановить такая машина обойдется примерно 10 тысяч 500 долларов ну потом посмотрим и примерно через 2 месяца когда машина прибудет грузы я сделаю продолжение этого видео изучим живую промониторим и оценим машину прямо на месте отработаем план как где лучше восстановить машину и буду держать вас в курсе конечно советы принимаются и пожалуйста пишите в комментариях кому интересно дальнейшее развитие ситуации подпишитесь на канал жмите на колокольчик и спасибо за всем за внимание следите и через несколько дней на канале будет новое видео по интересной теме а ссылки на продолжение этого видео когда она будет готова пропишут тут в описании этого видео а спасибо и как